Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Добрый день, уважаемые коллеги. Если в вас не пространство, я не буду, как вы уже сказали, потому что мы еще вышли за прошедшую неделю подписания на уборку мусора и на обработку церкви Соляной семьи. Вот так на уборку мусора и кучу леток были вымечены в подписаниях. Это на уборку с улицы Ленина, Стекловская и Московская. И шесть подписаний на работу противобалитных материалов по улице Билинской и Ваневской управы. И в году будем сеть подписания на уборку семейных. На уборку ранее в подписании выполнены уборные кучи леток с мусором с улицы Дарвина, Комсомольская и Ленинская, Ленинская, Железнодорожная и Улицы Строителей. Выполнена обработка противобалитными средствами тротуара по улице Мангра, улице Билинской и Ваневской, Улицы Строителей. Я также хочу подключить случай, что у нас снимает планетку нашу. Обратите внимание, что по снегу, в некоторых случаях, когда у нас дорожные службы приезжают, дорогу прочищают, но в основном прочищены, а жители или там организации в основном учищают территорию своих парковок, там на своих дворах территории, опять на дорогу. Дорога, опять-таки, становится засыпанная или, мне кажется, впечатляет, что она нечищена. Вот эти действия, они составляют административное право нарушение. И за него, то есть, может быть, наказание. На граждан под 5 тысяч рублей штраф на Павлове, на должностных лицах, сейчас, в наборных лицах, это под 25 тысяч рублей, достаточно существенно, а на политических лицах под 30 тысяч рублей. Поэтому, противность была... Ну, молод женщина, наложите, давайте составьте эти протоколы, там, хорошие штрафы, да, сколько можно... Да, я в наших дорожных попросил, что, если будет, когда проезжать их техникам, в частности, будут такие случаи, увидим, что они сделали фотографии, и мы будем уже... Фотографии, возьми машину, да, сейчас ты на фотографию, что тебе сразу на 3 миллиона по всем городу штрафов на щелкать. Возьми машину и проехай. Все вместе попробуем. Полчаса, прям после планерки, берешь машину и поправлю. Машину бери, я все равно на виде конференции буду. Я фотографирую, кто себя таким образом ведет. Значит, что касается уборки города. Состояние города на троечку. На троечку. Не выше. Один день прошел снегопад, и мы тут уже, значит, подзависли. Ну да, тут прочистили основные дороги, но всего лишь только прочистили. Поэтому, значит, дорожный комплекс, ваш выход. Ваш выход. Работайте день и ночь. Вам сильно большой работы не было. Потапов. Закрывайте не только объемы, но и качество. Если качества нет, не закрывайте. Оплату. Понял, да? Понял. Значит, жилищники. Тоже ваш выход. Ваш выход, Владимир Ильич, тоже, значит, надо проверить. Если кто-то там не очень хорошо, давай в ГЖИ на них. Не хотят платить штрафы, значит, будут тогда работать. И, значит, Николай вместе, Рашид Ильич, крупные хозяйствующие субъекты, магазины. Деньги собирают магазины хорошие сейчас под Новый год. Предприятие ни одно у нас не прокисает. Работают там хозяева, неплохие деньги зарабатывают. А в Москве квартиры покупают. Декларации забывают указать. Пускай чистят. Ни одно предприятие не почистилось как следует. Вот как Николай говорит, нашвыряют только единственное там, где-то там. Но максимум курган соберут какой-то. Ходим, упрашиваем. То гирляндочку в окошко повесили. Теперь вот снег будем упрашивать и вывозить. И отдельно тоже. И ТСЖ всякие и так далее. Тоже нанимают, так сказать, трактора и партируют. Город не очень хорошим стоять. Вот два-три дня здесь-то надо прибраться. Нам погода дает такую возможность, да, чтобы какие-то снегопады не просматриваются вроде по прогнозу. Так вот надо убирать. Жители и хозяйствующие субъекты правильно нас снимаются. Давайте тоже к этому вопросу подключайтесь. И, значит, кроме там вот этих наших там плановых дорог, колец и так далее, заползать и в дальние углы. Каждый свою историю должен отрабатывать водоканал, свои гидранты откопывайте, чтобы доступ к ним был малый, что, не дай бог. Это ваша работа. Каждый по чуть-чуть свое там, у каждого своя сфера ответственности есть. Значит, сегодня, вот там, после собрания представители, поеду, посмотрю по городу, и завтра весь день буду колесить, смотреть то, что на работу. Форс-мажор. Садись, пожалуйста. Что-то, что-то у тебя еще? Ничего, все по вопросу подключите. Надавра. Хотим, давай продолжить. Город Кузнецкого принимает участие на сконношном отборе муниципальных образований, на которых будут внедряться передовые международные практики по проектированию дорог. Начида, я видя. Будет выбор на пять муниципальных образований, которые будут происходить. То есть мы сейчас голосование проходим. Платформа «Моя народа» называется. И на сайте «100 городов» пусть на просьба... А, напишите, напишите, пресс-служба народу. Пускай сообразит, вы раскиньте эту информацию. Что это нам даст, если мы выиграем? Значит, там, получается, победителем делается документ наподобие проекта организации дорожного движения с остановкой дорожных знаков, с разметками. Плюс, значит, там будет включено реконструкция дорог городских. Кто делает это? Это за зара в бюджетные деньги. Вот. То есть мы можем на этом деле сэкономить деньги, если будем, выиграем вот эту штуку. Поэтому вот это все надо грамотно изложить и довести до народа, и организовать. И еще какие-то вопросы с вас будет. У нас в город, в администрацию стали поступать, ну, большое количество поступило обращение по поводу качества газа. По этому поводу мы совместно с Мирой газом проводили вот этот объезд. Я разговаривал с Занитой, что у нас получается. В жалобах пишется о том, что газ плохого качества, они гнили. И обращаясь в администрацию, и в другие органы никто верно понимает. И по итогам сработало, объясняется, что обращение как-то каково, обращаясь, сами заявители никуда не обращались, обращались их знакомые, а также, как они объясняют, мы увидели в интернете. Завесы. Ряд, я об этом, слушай, кому положено, разберутся. Кому положено, разберутся. Это не шутка. Это не шутка. С Газпрома не шуток. Вот кто решил тут пошутить, значит, я думаю, там объясняться будет. Там, где положено объясняться. Когда такую начинают кампании. Газ это не в котелке что-нибудь намешать, что насыпем. Это серьезная структура. И просто так мы вот тоже смотрел время, свое время занимались этим вопросом на ТЭЦ, смотрели. Все нормально. Все нормально. Это все контролируется. И кому что там в голову надуло, зачем ему нужно это стало, ну, пускай потом подумать, расскажем. Когда будет что-то, что-то сделали. Был пост с призрюмом. Продолжили. Продолжили. Посмотрите, что факт. Да, понятно. Ну, ничего. За посты тоже сейчас отвечают. Садитесь, пожалуйста. Так, Нина Ивановна, есть ли вы объявляете? Подтверждены изменения и рекомендации по установлению системы БАК-труда для работников в муниципале. Подтверждение новой рекомендации. Рассказ поинформировал о проведении экономической переписи малого бизнеса. Необходимо до 1 апреля заполнить форму на портале безуслов. Нам не приходило ничего еще по этой части сминать? Нет, смина не приходила, но статистик наш местный вы с ними как правило. У нас нет задачи в этом же училище. Нет, нам только попросили об этом задание. Но все, ладно. Правительством определены новые правила определения органов местного управления границ прилегающих территорий, на которых не спускается рыбничная продажа алкогольной продукции. Те нормы, которые сейчас у нас действуют, если мы не можем изменять, новый порядок на них не распространяется. А так все усложняется, нужно будет согласовываться с региональным областями, рассчитывать. Ну, то же самое, значит, берите, смотрите эти документы, рассчитывайте, смотрите эти документы. И срините новые реакции, классификаторы. Да, вот этот новый порядок, с какого числа работы? С 1 января, 20. С 1 января, но он уже ходит. Если мы менять не будем вот эти расстояния, то нам ничего не надо. Уникнуть надо, нам менять не надо. Утвержден новый классификатор, разрешенный используя земельных участков. То есть нужно будет выявить, нужно ли нам подносить изменения. С 1 января, Николаевна, смотрите. Я посмотрю, там. Есть, касается нас. Хорошо. И я попрошу коллег, на юридический отдел 30-го числа будет сдавать отчет по национальным проектам в прокуратуру. Попрошу коллег предоставить информацию, пока только по администрации у нас есть информация, там сумма наложена, финансирование, срекосвольная. Ну, мне доложите, значит, лично 30-го числа доложите к обеду. Конечно, иные органы нам предоставляют информацию, через линия, по-русски. Все, значит, доложите к 30-го числа. Поменьте себе руководителя. Садитесь, пожалуйста. Вполне очень. Есть какие-то объявления? В этом году, в этом году, в заключен году, в предпоследствии международных участков по улице Крымова, завершили переход права, регистрацию перехода права на улице Крымова, регистрировали наложенные движения в муниципальную собственность в поле ССК-47 в жилом доме небольшой 12,4 квадратных метра. И в рамках взыскания задолженности 4 судебных приказа на 162 тысячи рублей. Какие-то у кого-то есть, как и критичные моменты? Нет, все, рабочие порядки все выполняются. Хорошо. Так, у вас начальство, где все? В теплосети Горина. Горин, я знаю, а в теплосети, думаю, что у него с отцом там были какие-то проблемы, и Тарас попросил, что дует полчаса весят. Все нормально у вас сейчас? Ну да, тогда варим. В электрости как-то? В сушенном режиме 24-й, если было отключение, то точно понятно. Причина? Наша причина или внешняя? Отключение? На территории подстанции ТАГБ, железнодорога. Хорошо, разводился опорный изолятор на розыгрызме. На бане кривы, стрельного, да? Да. По его запрещению, мы не, поэтому отключение, затронуло при постанции по 110 головой, то есть, он всяк подключилась. И на авторопроте и нахождение, конечно. Мы справились достаточно быстро, так мы, на течение часа, основные проблемы были устранены. 40 минут, это уж последний. Сергей Ильич, почему? ЗАГБ, сделаю сегодня утром, как Владимир сказал, на Пензиской. Вы когда туда выходите? Вы уже вышли? Конечно. На все подъедете? И туда, и туда. Хорошо. Вы с отключением будете работать? В Пензиске без отключения, вот это закрыли. Информацию дайте. Уже дайте. Все хорошо. Идем в трамп. Кладача идет из трепой, из качественной. Что у нас с этим, с обводом там, все нормально? Да, работаю. Что я делаю? Ну, мы вроде согласовали проблему, да? Да, да. Все хорошо. А там у них, в какие сроки у них, срок окончания работы? Там 40 пока еще не определен. Они хотели бы до Нового года, но не успеют. Ну, вот, в первую половину следующего года, наверное, сделать, да? Да, в январе, да? На славу. Хорошо. Так, скажете, что там. Спасибо. Так, Эдуард, у нас конкурса прошли, которые переходящие? Да. Я заключен договора? Да. Хорошо. Значит, дорожные... 20-й, сейчас не включены, но запрещаются будут точно. Ну, запрещены, то есть отыграно будут запрещены. Значит, это дорожная ситуация на контроль, деньги платить за качественную работу. Понятно, согласно стандарту, а если вы помнили, то так будет. Все правильно. Садись. Значит, Ваен Геевич и кто у нас сегодня от зеленого года? Николай, да? Высладать, ваш выход, от вас очень много зависит. Сами руководители, значит, вы ежедневные, ежечасно контролируете. И людей тоже, посмотрите, там, Новый год, не Новый год, все работают. Давайте, садитесь, от вас много зависит. Александр Михайлович, есть вопросы какие-то? Ну, у меня не было вас присутствующих, потому что вовремя нам дали показания, это было круто, так что мы сейчас наблюдали. Ну, у вас договорах описаны там эти сроки, да? Да, там есть все, да, но, как всегда, когда бывает, ну, понятно. Так что надо? Ну, слова, услышали вас, хорошо, садись. Жилищники, проблемы есть? Нет, нормально. Значит, я вас прошу ударить по бездорожью. Имейте в виду, всех троих. Всех троих, займитесь, значит, максимум сутки вам, садитесь, пожалуйста, на максимум сутки, на завтра уже будут, вот, самое, рассматривать ситуацию с предметом под ГЖИ. У вас что? Два вопроса. Когда двороги чистим, машины стоят. Ну, да, я имею в виду, просто, чтобы люди понимали, подписывались. И второй вопрос по поводу, значит, подарков. Я, конечно, это, хорошее делал, но, значит, на подарках, там, в фойе собирается очень много народа. Как-нибудь, вот, чтобы это, ну, пандемия, люди боятся. Фойе какое? Ну, направо, 24. Сергей Александрович, был один раз, один единственный раз. Вы с Алексеем Николаевичем этот вопрос рассматривали. Поэтому это просто... Садись. Значит, ну, по возможности регулируйте. Вы приглашаете, соответственно, по времени приглашаете. Что касается машин, ну, наверное, люди тоже заинтересованы в том плане, чтобы, значит, у них там было где ездить и так далее. Поэтому тут должны как-то, наверное, с этим самым внимательно относиться, убирать машину для того, чтобы могли их очистить. А жилищные организации могут, если есть возможность объявлять, что тогда-то будет очистка, объявление. Значит, наверное, на это время просьба убрать машину. Надо тут взаимное движение организовать. Так, Рафаэль, вопрос есть? Да, спросите, вопрос пока есть. Мы все закрыли вопросы, которые по годам, по оплатам и так далее? Кроме фокотов? Фокотов. А что за применение? Ну, я его лифт на целую неделю в прошлой деревне. А они вам дали что-нибудь? Нет, вообще ничего не дали. Если не дали, значит не дали. Сидели по гаражу. Ну, это нежелательно утащить на следующий год. Игорь Борисович, я позвоню, но... Понятно. Это вот из этого самого. Мне нужны деньги, но я за ними не прихожу. Я вот как-то. Видимо, так вот как-то выстроен. Так. В МФЦ как дела? Что-то порядок. У вас график какой? На праздники. До 30-го включить. 31-го господа работали, рабочий день. Вы на сайте, на дверях, график, сказали, вы не работаете до какого числа? 11-го господа. 11-го господа. Людей оповести, чтобы народ... Жанна, слушай, никакие не работают, может, понимаете, на протяжении. Ну, понятно. Ну, мало ли что. Садись, пожалуйста. Так, по освещению я не спросил. Сколько у нас сделано за... Ну, сколько осталось за яру? За яру осталось у нас 304 за яру. Ну, в общем, тут много сделали. После праздников то же самое. Значит, активно беремся. Садись. Пожалуйста. Вот, Александр, там по линии опеки ничего нового не выскочило? У нас какие-то проблемные семьи и так далее? Ну, вот мы 8 детей, но это не опекаемые дети. Отправляем их на детскую. Вот, по детским садам и генитарям. Привозным ничего такого, да? Киринсан, по вашей части ничего не вызвало? У нас совместно нет. Поэтому... Хорошо. Хорошо. Значит, мы несколько семей то же самое решили с ГОЧС, нашли возможность, могли бы эти развещатели пожарные повесить. Если что, там с Тимир Булатовым поговорить эту историю. Так. Значит, конкретные вопросы. У нас по юности, Игорь Борисович, есть уведомления там или как-то вот есть у нас понимание, что нам эти деньги там пришли и не привыкли. Бумага у нас есть, чтобы мы могли их назначить по тихому процедуру. То есть, ту информацию, которую я получил полтора месяца назад от Солейва, то есть, они внесли эти деньги в реестр предстоящего расхода на следующий финансовый... То есть, пока у нас оснований... На оснований никаких нет. Ни уже давлений, ни... Держи, пожалуйста, на контроль эту ситуацию, потому что здесь нам надо при наличии оснований запускать процедуру торгового... Я понял. Но, друзья, страницу вы... Ирина Александровна, держите контроль. Желаем их рад, когда служит. Хорошо, садитесь. Ну, там подойдешь, я тебе скажу, там надо уточнить кое-что. Потому что, быть, уже... Так, на саду, что у нас сейчас происходит, на лицах? Сейчас она уехала за садителями санитарии гигиены для измерения температуры, но вообще 20 градусов. Понятно. И уехали сегодня. А когда мы получили? Сегодня должны были они поедать. У нас в гособусе. Да. Кто поедет? Я, но своей газой не поедет. Понятно. То есть, вы их добираете и доделываете остатки. А вот те, которые были, все поставили? Нет еще. Тридцатого числа. Нет, прошу. Тридцатого, да? Да. Ну, ясно. Ладно. Хорошо, докладывайте. Держи. Так, значит, и вот особенно Лариса, вас и Ирина сам, имеется в виду, Часовская. Деньги вам отданы на оплату всех этих хвостов. Вы, пожалуйста, сами проконтролируйте. Все оплаты прошли, включая налоговые платежи. Я так понимаю, там близко к улице должно быть. Платежи должны пройти, чтобы мы заберем. Вот. И, Ирина сам. Ну, сравниваем, выжимаем, с кого можно. И, значит, все-таки еще раз, вот, Рашид Ирина Николаевна с налоговой, я так понимаю, там достаточно много еще, вот, значит, наших налоговых агентов там не определились. Потом будет себя неудобно чувствовать, когда их автоматически на общую систему переведут. Поэтому давайте еще раз информацию такую, вот, разжевывающую, там, в чатах, на пресс-службе. Людям надо как-то это самое. Вот все рычаги включить, чтобы люди поняли, что могут, как они могут действовать, новых налоговых вот этих правил. Либо потом... Никто не запрещает мне писать заявление и туда, и туда, а потом выбрать. Оно должно быть написано. Ну, да, тогда. Оно должно быть написано, об этом собственная речь. Так, по ковиду у нас как-то? Сегодня зарегистрировано 385 случаев ковида, из них 43 ребенка. За выходные 5 случаев дали по оперативной сводке. Из них 4 ребенка. На карантине всего находят 146 человек, из них 111 детей. За выходные 26 пневмоний, 12 госпитализированы. 25 ОРВИ, из них 9 детей. Понятно. Присаживайся, пожалуйста. Значит, вот если взять по комплексу ковиды, пневмонии, ОРВИ, на этой неделе произошло определенное там снижение. Где-то там что-то, чего-то чуть конкретно больше, но и в целом идет снижение, да. Сегодня уже, так сказать, дети все на каникулах. Люди тоже там потихонечку, организации сейчас там, ну, уходят на тоже такие каникулы. Производственные, офисные организации. Пользуясь тем, что нас вот записывают, и, наверное, вот попросить, может быть, медиков еще раз. Каникулы вот эти вот новогодние. Это шанс сбить волну. За счет разобщенности, за счет того, что дети в школу не ходят, дети в детсады не ходят, рабочие коллективы там как-то распадаются на семейные очаги, да. За счет этого переход вот этих бацин там разрывается, и, в принципе, после праздников мы должны выйти, так сказать, со снижением. Там будет еще опять всплеск определенный, еще весенний там ожидается, значит, какой-то всплеск, да. Мы должны вот сейчас за счет этих вот праздников сделать все для того, чтобы не было у нас форс-мажора именно в праздники и после них. Это все зависит от поведения людей, самих. В семейном кругу, близкие родственники, вот это вот та категория, в которой там, ну, хочешь не хочешь, все праздники проводятся. Любые вот эти вот дополнительные перекрестки, они создают риски. Риски, они потом выстреливают в рост эти деньги. Вот это важно, довести до людей. Ситуация не такая простая, там какие-то новые штаммы идут, пока вроде из Англии, уже и в Европе. Сейчас нам из Европы привезут сначала в Москву, потом кто-нибудь приедет к нам сюда. Поэтому ничего хорошего пока не предвидится. Пока не предвидится. Поэтому просьба к людям, ее надо сформулировать и довести, предельно организованные праздники провести, значит, не допускать вот дополнительных рисков в плане перехода бацилла. И ухода эпидемии в очередную широкую фазу. Так, значит, у нас сегодня сессия, собрание представителей будет убежден в бюджет. Значит, там есть рост по ряду позиций, которые надо, ну, где конкретика, либо это капиталка, либо, конечно, документация и так далее. Ее надо сразу брать на вооружение и запускать в работу. Там есть тряющиеся ситуации, связанные с соседом, связанные с космосковью. Пока не отпроектируем скважину, не будет работать. Поэтому бегом, все это надо делать бегом, сразу после праздника. Возьмите свои позиции и вперед. Потом, значит, у нас там ряд дополнительных финансовых вещей просматривается. По Ларисам, по 14-й школе надо формулировать Игорю Борисовичу заносить. Потом по детской музыкальной школе номер один у нас нарисовалась перспектива, ее отремонтируют. Там небольшое, но есть наше софинансирование. Ирина Александровна, то же самое, Игорю Борисовичу. Чтобы мы на январской сессии все эти вопросы отрегулировали. У нас по скверу в Южном, мы его все-таки как объект у нас есть, нет? Закрепление как есть? Нет. Но не будет объекта. Ну не объектом, по этим самым, по составляющим. Ну он за управлением. За управлением ЖКХ. А по это самое, как мы отговорились, с коробкой? Ну по коробке нет, с желающих пока ездят. Да все управление, как и висит. Коробка. Ну как, а по-моему, как и висит. А кто-то здесь и норит, пока они не ездят, желают. А где сам, если у нас сядь, пока не контакт. Ну да, с Солниной надо разговаривать, да? Это туда же и в управлении ЖКХ, и спортивный комплекс, и вот это там, да? А в это самое, в договор зеленого города он внесен? А? Вот так. Договор зеленого города по уборке территории сквера Южного города, он как фигурирует? Ну сквер-то у нас не входит. Ну не сквер, а это. Надо, чтобы входил. А то, что там будет грексти за спасение? Ну убирается. У нас же не прописана территория, какая-то, наверное, сквятая. Ну у нас количество, да? Ну там количество добавилось, да? Зеленый город убирает. Не, ну понятно, у нас это получается. Вот сегодня зеленый город он нашим убирает, завтра идет коммерсант, и их мест, кортежь, что-то вам будет грексти. Ну такого нет, как сквер, может, мы не можем прописать? Понятно, мы площадью прописать. Да, да, да. Ну надо эту площадь. Зеленый тротуар там указано. Ну да, да, да. Вот эти тротуары туда и надо записать. А вот и дело, да. Эти тротуары туда и надо записать. Так, еще два вопроса. Первый вопрос. Значит, это то, что касается новогодних всех наших дел. Мы уже в разных форматах с вами собирались, обсуждали, ставили задачи. Еще раз затачиваю этот вопрос в плане работы дежурно-испеческих служб и в реальности докладов. Информация может и в управлении образованием быть, и в культуре, и в соцзащите. Все находятся на связи. Имейте в виду, что у нас есть два канала получения, как бы, доведения информации. Это дежурный по администрации и ответственный по администрации. И ЕДДС. Значит, вот эти два канала, они должны от него быть записаны. А вы, соответственно, должны в свое время доводить эту информацию обобщая. И руководить процессом. Руководить процессом. Я надеюсь, что все вот на своих местах вот эту работу в плане информирования, докладов организовали. Если там еще что-то не доработали, не доинструктируя своих диспетчеров, инструкции какие-то там, значит, несвежие дорабатывать, информация должна подходить мукой. Особенно вот учетом праздников. Потруднее приподнимать там народ, если что, на какие-то там, значит, мероприятия. Это объективно так. Соответственно, чем быстрее приедет информация, тем быстрее будет реагировать. Вводные могут быть. Вот. Мой телефон все время включен. Связь есть. Звоните, если что. И если там какая-то пороговая ситуация. Реагирует, не реагирует, то лучше отреагировать. Может, оно ничего критичного, но лучше отреагировать. А потом сказать, ну да, вроде, так сказать, учебная какая-то задача прилетела. Ничего страшного. Хуже, когда нет никакой реакции, а потом это все вырисовывается к большим проблемам. И второй вопрос, значит, ну, хотел бы у вас всех, естественно, мы тут в течение года там кто-то нагоняет, получал взыскание, у кого-то какие-то там претензии предъявлялись, да, там, значит, у кого-то какие-то недоработки возникали. Это рабочий процесс в целом, хочу сказать, мы со всеми задачами погоду справились. Во всех срезах, какие у нас там только есть, да, все там нацпроектовские задачи, федеральные, региональные, там, муниципальные программы, все стройки, все задания там по расселению, переселению, все планы, которые мы с вами обсуждали, они выполнены близко, там, 100%. Если не почти, и не совсем, что-то близко к 100%, есть объективные вещи. Поэтому в этом плане мы себе можем поставить положительную оценку по итогам года и в целом, и в каждом, так сказать, конкретном направлении работы. Хочу отметить, значит, коммунальщиков наших, сложные наши, как бы, коммунальные дела. Но все со своими задачами справились, и город, в общем-то, без критических каких-то там аварий, каких-то проблем идет на протяжении года. Это и курирующий заместитель, заслуга, значит, и каждая организация. Но и планов на следующий год, и задач очень много у всех. С тепловиками очень много задач придется решать. Мы сами теперь себе хозяева, значит, где-то кто-то будем просить помочь, область, но если ей не помогут, то будем куркаться сами, значит. Электросеть с задачами справляется. Водоканал тоже будем с вами там много задач решать. И станцию надо построить, и водой город обеспечить, значит, непросто это все. И надо как-то нам с вами подползать по честным сооружениям, тоже там большая-большая проблема, значит. Что касается программ, отдельно хочу отметить вот работу отдела жилищной политики, вот расселение, она долгосрочная программа. В этом году мы этап свой выполнили с хорошим качеством и установленные сроки даже пораньше. Но следующий год посложнее будет в плане того, что там, значит, жилье еще надо построить, да. И дальше там еще более напряженные, когда нас ждут, поэтому надо работать за делом наперед. Ну и остальные составляющие, не только переселение, у вас другие направления есть. В целом, как бы, все они выполнены. Значит, комитет по управлению имуществом по плане приватизации здорово поддержал город финансово. Здесь, как бы, совместно с ней, с Павлом Геннадьевичем мы работали. Ну, считаю, что можно поставить положительную оценку тоже самое. Но на следующий год тоже много задач. Деньги в городе нужны. Здесь вот и Рашид Адресовичу надо поработать все вместе. Там есть у нас объекты такие, которые надо найти инвестора. Инвестору, чтобы было хорошо и будут заработать. Поэтому, и так, и тоже на плане очень много задач. В плане благоустройства, уборки города тоже произошли определенные перемены. Вот мы говорили про сквер в Южном районе. Тоже такой, в общем-то, интересный объект. Значит, на следующий год у нас тоже много задач. Такая не сильно видная, не сильно благодарная работа. Но, в целом, вот и дорожники наши, и Зеленый город справились. Значит, жилищники по мере сил. Но здесь можно делать больше. И нужно делать больше. У нас большой проект с вами на следующий год. В плане вот этого гранта, который там Рафаэль, защищая рукава, будем с тобой строить вторую серию. Ну, и дорожники, и Зеленый город тоже самое. Можно и нужно делать больше. Здесь краев нет в плане благоустройства, в плане озеленения. Вот. Управление образования. Все вводные тоже самое справились. И дистанционное образование. Понятно, что это не сильно хорошо. Но, тем не менее, опыт такой мы получили. Вот. Тоже все стройки, все благоустройства, все мы с вами провели. И, конечно, вылазят по ходу года проблемы. Давайте думать, как их решать. Это с теплом, да. Есть у нас критичные моменты, или полукритичные, но неприятные. По садикам, по школам искать подход. Самое главное, чтобы учебно-образовательный процесс шел стабильно, так как он у нас и идет. И повышать качество образования, значит, качество подготовки и знаний наших ребятишек, не забывая о воспитании. А в целом, тоже, как бы, считаю, что управление образованием задачей будет. Соцзащита тоже вам досталась в этом году. Нехило, скажем так, да, значит, много вот этих дополнительных выхлот, много там поток большой людей. Акции всякие пришлось проводить. И даже сейчас, через Новый год проходит. И в доме ветеранов там уже, как-то, в 20-й смене подходит. Срывов нигде не было. Как бы молодцы. Но задача на этом не кончается. Тем более, что у нас, вот, Рашид Ильич и вы, на следующий год, вот эта вот программа, там, преодоления бедности, там, первый раз мы с ней будем работать. Не все там еще понятно, но задачи такие есть. Значит, будем с вами с ними заниматься. Ирина Александровна, то же самое, Чисовская. Понятно, что вы там в особом режиме работали, но, как бы, я думаю, это все пройдет. Это все пройдет. Тем более, мы с вами сейчас, у нас и юность там на плане, да, и по родине кое-какие мысли есть. Детская музыкальная школа под ремонт идет, да, значит, и по библиотеке там просматривается, придет. То есть материальная база растет, должна быть еще и отдача в плане, значит, повышения уровня культуры, там, воспитания наших жителей, да, Кузнецкая, Кузнечная слобода у нас появилась, начала появляться. То есть такое вложение в вашу сферу намечается большие, должна быть еще и отдача. МФЦ у нас лучший в Пенинской области. Второй год, да, второй год. Ну, наверное, заслуга и руководителя, прежде всего, в этом плане. Молодцы, в том же духе, продолжайте. У вас такое динамичное подразделение, которое постоянно инновации какие-то идут сверху, и сами вы придумываете. Ну, как это, знаете, за три чемпионства кубок остается навечно. Давайте там на следующий год попробуйте кубок оставить у себя в лучшем ФЦ. Это тоже звучит, да. Значит, вот Климов, как начальник отдела вместе, в них отдел вдвое, да, он бы сердачил. Но, тем не менее, тоже нагрузка выпала большая, вести вот эту всю тематику, связанную с ковидом, вот. Ударить, ясно, что там. Медицина у нас автономная, но, тем не менее, работу мы провели большую в этом плане. В управлении ЖКХ, значит, в шишках вам достается много, но терпите, такая у вас работа. Но, тем не менее, вот во всех составляющих более-менее дела у нас идут, где-то где получше, где похуже. Надо, чтобы шли получше. Поэтому предложения, мысли какие-то, тоже самое, да, со своим народом смотреть, в какую сторону двигаться. Значит, что касается финансистов, и управления финансов, и Валентина Федоровна, был тяжелый год, да, в конце мы там вырулили с помощью по области, да, значит, как-то решили мы эти все вопросы взаимодействия, как-то год заканчиваем тоже на мажорной ноте, но следующий год будет сложным тоже, финансово сложным. Есть там непонятности, связанные с изменением налоговой системы, есть нагрузка запредельная на бюджеты, и на нас в том числе. Поэтому надо будет выруливать, выкручиваться там, вместе с искать и налоговые доходы, разные варианты искать. Город остановиться не должен. Спорт у нас тоже немножко тут, так вот на таком тренировочном режиме, тем не менее материальная база тоже развивалась у нас спорта, и хоккейная коробка в Южном, и вот то, что сейчас мы строим в Западном, это все вложения в материальную базу. Соответственно, значит, ограничения рано или поздно будут сняты, и спортивная жизнь, она у нас не прекращалась, но не так активно, как хотелось бы. Значит, это важно, чтобы мы тоже были готовы. Мы считаем город спортивный, прежде всего молодежь спортивная, значит, это вот вещи надо продвигать, но за работу мы, вот Солмина, много, так сказать, дополнительных задач возникло, но сейчас поехал, мы попробуем там пойти с подарками забирать, такой правильный подход, тем более еще уже с волонтерами, занимались тоже, вот эту историю надо не бросать, тем более наши волонтеры сейчас там где-то выходят на план в качестве ведущих пенсов в области, да, там, по-моему, Щербаков там не у начальники, там всех волонтеров выходит в Беринской области, так, тоже, наверное, показатель. Подразделение администрации должно отметить, что работали тоже уверенно, большой документный оборот, много обращений, жалоб, юридическое сопровождение, здесь тоже невидная такая работа, незаметная, тем не менее, она, значит, проделана качественно, какие-то к нам претензии там, ну, если предъявляясь, что они были рабочие, ничего пятишного не было. Пресс-служба задачи справлялась, новые там механизмы освоили, стали вот, было много трансляций у нас, видеозаписи стало, новые какие-то там подходы. Вот 75-летие победы мы провели там цикл таких вот информационных мероприятий, фильмы сняли и так далее. Тоже надо искать новые варианты работы. Ирина Безрукова молодец, тоже мы ни разу, по-моему, нас не наказали в этом, да, по твоей части? Нет, ну, тоже показатель, значит, фасовская тема, она все более остро затачивается сейчас, но к нам претензий нет, значит, вместе с девчонками отработали хорошо. Что касается отдела архитектуры, тоже, значит, ну, свои там вопросы есть, как всегда, да, значит, ну, надо, чтобы мы соответствуем требуем федеральным и региональным. Но в целом, я считаю, что мы с вами тоже эффективно работаем. Надо, самое главное, надо способствовать, чтобы город устроился. И жилье, и промышленные объекты, объекты инфраструктуры, досуга, социалка, все должно строиться. Это жизнь города. Если город перестает строиться, все, умерли. Вот, отдельно, значит, хотел поблагодарить Рашид Адресович вместе с его штатом, значит, в том плане, что много тоже дополнительных задач, это и там, начиная от обязательной программы и кончая там всякими пузницами, акциями и так далее, не было ни разу отказа и пробоя. И все преддикативы, которые такие самозанятые, все выполненные, ну, тоже хотел бы вас поблагодарить, очень большой работой проделать. Управление ГОЧС, поменялось руководство, выстраивать работу, так сказать, свежим глазом, посмотрите, как вы с задачами справлялись, но тоже здесь есть куда расти. Есть куда расти, мы с вами говорили, давайте, чтобы в натуре этот рост был обеспечен. Вот, ну, если кого забыл, извиняюсь, постарался всех охватить, жилищники вывели, с капремонтом молодцы справились, тоже у нас ничего критичного, такого нету. Вы хоть и не наши, как бы так, юридически, да, но все наши родные, и посланерки у нас присутствуют. Газовики наши, вот молодцы, тоже, значит, пробили эту стройку, запасную ветку на газоснабжение, которую Людмила Петровна, значит, озвучила, скоро там будет, она немножко нам будет полегче, и в плане работы с инвесторами, и в плане газоснабжения города. То есть каждый внес свою лепту в развитие города. Я хотел бы вас поблагодарить за хорошую совместную работу, чтобы нацелить на достижение новых рубежей, которые нам намечены на следующий год, как всегда мы люди советские, да, начали выполнить и перевыполнить. Поэтому надо искать варианты, как перевыполнить, сделать больше и лучше. У нас большой город, много людей живет, 80 тысяч народу, надо сделать так, чтобы люди почувствовали, самое главное, перемены лучше. За дело у нас большие с вами есть. Хотел бы пожелать вам, всем и вашим коллективам, хорошего Нового года, здоровья, что особенно артуально, ну и, значит, выбылись планы, мечты, какие у вас есть. Это касается лично вас, и, конечно, планов работы и развития ваших организаций, степень, как бы, такой автономности, свободы, она увеличивается у каждой организации, там меняется форма организационная, все меньше внуков, поэтому надо тоже как-то искать варианты развития и решения проблем города, участия в решениях проблем города. Отдельно хотел бы, ну вот сегодня, видите, тут заместители всего двоя, Боя Евгеньевича и Рашид Евгеньевича по разным причинам. В основном работа идет через заместителей и руководителей подразделений. Отдельно вас поблагодарить за понимание, за ответственное отношение к делу, неравнодушное. Если вопросов нет, в графике 200 работа работают.